Котик Босс. Поддержка мамы и других котиков ему помогала. Это продолжительное время ничего не рассказывали вам про слепого котика по кличке Босс с болезнью мочекаменной из домашнего мини-приюта 9 жизней. Так как определенности не было, но и плюс к тому не знали, к чему же приведет начатое в новом году лечение. Самое главное во время болезни это поддержка. Вот так и котики жалеют Боссю. Переживали за него не только волонтер, мама Влада, но и собратья. Лежали с ним, когда ему было плохо, вылизывали его, грели пушистыми шубками, не отходили от товарища ни на лапку. Мочевой катетер сняли и больше обратно не ставят. Нет в нем большей необходимости. Котик стал отлично появляться по маленькому самостоятельно. Болевых ощущений и задержки мочи больше нет. С операцией решили не спешить. Да и ветврач на ней не настаивает. Наоборот, мы вышли из этого кризиса как можно лучше. Если не будет ухудшений и все не повторится, то нет совсем необходимости в операцию. Она отпадает. В целом котик бодрый, кушает, пьет, ходит. Правда, сильно похудел за время болезни. Но ничего, жирок-то дело наживное, главное, чтобы он не болел. Пока принимает еще свои лекарства. Не любит, но терпит. А еще он герой и умничка просто. Как бы ему не было плохо в те дни. Больной, слепой. А все равно мальчик буквально полслоточек и ни разу не сходил мимо. Такой он у нас воспитанный ребенок. Босичка, Бося, Бося мой хороший. Бося себя хорошо чувствует, писает хорошо, кушает корм, проплан, муринария. В принципе, визуально вот видно, что бодренький. Босенька, Бося мой мальчик. Босичка. Похудел немножко после болезни. Так все в целом хорошо. Пока, я надеюсь, без операции мы обойдемся.